Дорогие друзья, я рад вас приветствовать снова на этом замечательном мероприятии. Сегодня я скажу несколько слов о совершенно замечательном мыслителе, российском мыслителе, о котором, к сожалению, и наши ученые, и не наши ученые подзабыли. Подзабыли довольно хорошо, но при этом совершенно несправедливо. И расскажу о его влиянии на формирование такого международно признанного учения, признанного доктрины как аналитическая психология. Речь пойдет у Николая Яковлевича Гройфа. Итак, как обычно, мы будем двигаться по определенному планчику. Сначала я постараюсь как-то набросать штрихи к портрету Грота, к его жизни, деятельности. Затем перейду к непосредственной теме, заявленной в названии лекции. Расскажу о фактах влияния Грота, доказательствах влияния Грота на Юнга. Ну и в заключении скажу пару слов об энергетизме Грота и Юнга. Итак, Николай Яковлевич Грот родился в семье академика Якова Карловича Грота, академик-филолог известный отечественной. Матерью его была сестра таких выдающихся тоже деятелей, личностей, Семенова Тяньшанского, ну и писателя Семенова. Мать была писательницей. Сразу понятно, что ребенок рос в семье интеллигентной, в семье, в которой обсуждались насущные проблемы времени, философские концепции. И это, естественно, наложило определенный отпечаток на Николая Яковлевича, потому что, безусловно, атмосфера всегда влияет, влияет на формирование личности, склонностей, интересов. В 1875 году Грот оканчивает историко-экологический факультет Санкт-Петербургского университета и уже в 80-м году защищает диссертацию магистрскую и буквально через два года докторскую, что довольно является успешным результатом. Николай Яковлевич Грот оставил след в истории отечественной философии и как мыслитель, и как активный организатор науки. Есть такое понятие организатор науки, когда люди очень много сил тратят для того, чтобы развивать какую-то отрасль, чтобы популяризировать ее, чтобы собирать вокруг себя учеников. И здесь на фотографии Николай Яковлевич с учениками представлен. Что относится к достижениям, к заслугам Грота? Первое, это то, что он закладывает основы экспериментальной психологии в России. Он практически является одним из первых дипломированных специалистов по психологии, потому что ему магистрская диссертация была посвящена психологии чувствований. Его учеником был тоже знаменитый организатор науки Челпанов и уже в свою очередь Челпанов создает первый в России институт экспериментальной психологии. И Челпанов готовит клеярных ученых, ученых-психологов. И одна из самых ярких личностей здесь это Густав Густавич Шпет. Также хочу отметить, что Николай Яковлевич ввел активную научную жизнь и деятельность, публиковался в зарубежных изданиях, не только в российских. И его статьи пользовались определенной популярностью, успехом, можно даже так сказать. И именно благодаря одной из таких зарубежных публикаций, довольно обширных публикаций, ГРОТ становится известен юным, уже спустя годы. В России, когда мы говорим о вкладе ГРОТа как организатора науки, Николай Яковлевич основывает первый в своем роде академический журнал, который посвящен совершенно широкому кругу проблем. То есть, если было более характерно создание каких-то узконаправленных изданий, то Николай Яковлевич предложил создать журнал, в котором могли бы свободно публиковаться представители разных течений, школ, которые рассматривают разные проблемы, начиная от истории философии, истории психологии, потому что в то время еще не было такого четкого жесткого разделения на философию и психологию. Более того, даже существует история о том, как эти две дисциплины разделились совершенно искусственным образом, потому что где-то когда-то в конце 19 века или в середине 19 века в Германии профессоры не поделили кафедры. И в итоге философы сказали, что вот вы психологи, идите в министерство просвещения, добивайте сами своих кафедр, а наши кафедры оставьте в покое. И так разошлись две линии, философская и психологическая. Но тем не менее, все равно учение о душе, о душе всегда находилось в корпусе философского знания и по большому счету Рот полагал, что психология это некая связующая нить всех философских доктрин, всех философских дисциплин и вокруг психологии, вокруг души человека, в ответе на вопрос о том, что такое душа человека, что такое человек, и формируется философское знание. Поэтому и название для журнала было выбрано соответствующие вопросы философии и психологии. Сейчас существует порознь вопросы философии, одно из самых престижнейших изданий в России для философского сообщества, ну и вопросы психологии. Это уже авторитетное издание для психологов наших. Также Николай Яковлевич вдохнул жизнь в московское психологическое общество, которое основывает Матвей Троицкий и до прихода туда Грота, ну жизнь эта в данной организации, в данном объединении, ну не называть, чтобы уж прям било ключом. Все было довольно неинтенсивно, однако с энергией Грота все несколько изменилось. И можно сказать, что Грот закладывает основы объединения для мыслителей, для философов на профессиональной почве. И сейчас в нашей стране функционирует российское философское общество, которое является, ну прям так уж сказать, правоприимником московского психологического общества, что нельзя его каким-то отголоском, эхом и продолжением вот этой традиции объединяться по интересам философов. Ну еще раз скажу, что психология и философия разделились довольно поздно, и это было довольно где-то искусственное разделение, поэтому пускай вас не спущает, что это московское психологическое общество. В нем состояли и философы, и психологи, и кстати, почетными членами этого московского психологического общества были выдающиеся психологи современности. Например, Теодюль Рибо, французский психолог, который очень много сделал для экспериментальной науки о душе. Николай Яковлевич Гротт обладал совершенно каким-то фантастическим спектром интересов, идей, и все эти идеи, все эти интересы он пытался реализовывать на пределе своих возможностей, на максимуме, потому что им всегда двигала определенная цель, цель раскрыть тайны человека, если можно так сказать, причем в преломлении эволюции, то есть через призму тех самых представлений характерных для отечественной философской мысли о мире как о неком целом, об организме, а организм, он всегда развивается. И, по сути, из-за широты взглядов Николай Яковлевич не всегда очень любезно принимался на родине, то есть за рубежом Николая Яковлевича встречали гораздо радушнее, чем соотечественники. Одной из причин является как раз то, что некоторые его обвиняли в изменчивости взглядов, в переменчивости курсов, хотя на самом деле, как отмечает Владимир Сергеевич Соловьев, который хорошо знал Грота и по случаю смерти Грота и Матвея Троицкого он пишет очерк, который называется «Три характеристики», освященный как раз почившим в 1999 году друзьям его Гроту и Троицкому, ну и 25 лет назад почившему Банфилу Даниловичу Юркевичу. И как отзывается Соловьев в этой характеристике на Грота? Он пишет, что Грот был многодум и при том в двоякном смысле. Во-первых, он с большой широтой многосторонности развивал каждую точку зрения, на которой останавливался, стараясь сблизить и по возможности примирить ее с другими. А во-вторых, он до конца не мог остановиться на одной точке зрения, последовательно переходя к другим более глубоким и содержательным. Что это означало? Это означало его некое метание между идеализмом и позитивизмом и материализмом. Между строгой наукой и философией абстрактной. Но хочу сказать, что идеалистическое начало в Гроте всегда было сильно, хотя бы он его и хотел поставить всегда на эту самую научную основу, научную, строго доказательную, используя те достижения современной науки, которые были ему доступны. В том числе науки психологической, в том числе науки математической и физической, естественно, потому что мы потом будем говорить об энергетизме в взглядах Грота. и, по сути, те, кто хорошо знал Николая Яковлевича, отмечали, что да, действительно, всегда был некий стержень, вокруг которого он совершал витки своего развития личностного, развития своих идей и никогда от этого стержня не отступал. О чем я уже говорил, охотник поднимался на Западе. И дело в том, что удивительно, но даже тот самый факт влияния Грота на Юнга, информацию об этом мы можем встретить скорее в западных каких-то источниках. Я, например, поднимал один из словарей, уже не помню какой, то ли оксфордский, то ли кембриджский. Но там пару строк про Грота написано и про его взаимосвязь с Юнгом. Точнее, взаимосвязь идеи Юнга и Грота. Потому что Юнг об этом пишет. А у нас в, по крайней мере, обозримом прошлом, за последние два десятилетия, ничего такого не выходило, чтобы подчеркивало бы это влияние, рассматривало это влияние. Показательный тот факт, что только в 1999 году вышла одна диссертация на соискание степени ученых кандидатов философских наук по Гроту, по его как раз учению о личности. И там ни слова о Юнге, о аналитической психологии и прочее. Ну и еще вышло несколько статей, которые также нельзя назвать претендующими на какую-то всеоплатность большую. То есть до сих пор влияние это слабо и это даже факт статистически. Если мы поднимем, посмотрим объем трудов, которые Гроту посвящены и качеству этих самых трудов. При этом, пока Грот остается загадкой для нашего научного сообщества, его наши соседи уже поспешили назвать выдающимся украинским философом. И даже в 2013 году издали книгу, собрание сочинений, том 1. философом, причем издали не в каком-то из столичных городов, не в Киеве, даже не в Одессе, даже не в Харкове, а в Мелитополе. То есть не так уж, чтобы сказать, чтобы это был какой-то большой центр украинской учености и прочее. Но даже на таком уровне интерес довольно силен оказался, и действительно его поспешили записать в, скажем так, наследие великого украинского народа. Ну а мы как-то все не включим свои объятия в свою историю. Что могло послужить основанием? Ну, возможно, то, что и дитернации своим магистерским, и магистерскую, и докторскую защищал на территории современной Украины, хотя тогда это была Российская империя, понятно. И что он на то время завидовал кафедрой в Новороссийском университете, который располагался, базировался в Одессе. Итак, еще раз повторю, что Николай Яковлевич, он прожил довольно короткую, как мы видели, жизнь, но при этом очень яркую. И это свечение его духа, это наследие, оно не всем давало покой, особенно на родине. Поэтому Груту иногда проходилось довольно сложно. Приведу простой пример. Когда он, будучи заведующим кафедрой, ввел в обиход обязательное чтение для студентов источников, первоисточников, ну, в первую очередь Платона, то Министерство просвещения, оценив такой вход, особенно в сторону Платонизма, Платона, идеализма, который довольно хорошо чувствовал себя на просторах нашей страны, ему даже выписали то ли почетную грамоту, то ли медаль выдали, а другой профессури не выдали. И Грот был не рад этому подарку, потому что очень скоро ему не применули указать на это, и даже те, кто с ним общался нормально, перестал это делать, потому что определенная ревность, зависть, и все это привело к тому, что даже он написал письмо своему отцу, чуть ли не с просьбой, чтобы он замолвил словечками Министерства посвящения, чтобы они забрали эту награду, потому что покоя Гроту не дают, и счастья она Гроту не принесла. И что он попросил объяснить Министерству посвящения, что это было не ради каких-то почести сделано введение в обязательную практику чтения первоисточников, но для того, чтобы на качественном уровне ввести образовательный процесс. И что там не только Платон был, но и Кант, например. Ну, по крайней мере, не знаю, взымело ли это действие, но простой биографический фон. Переходя непосредственно к теме, отмечу, что, поскольку Грота на Западе читали, он публиковался в престижных изданиях. Это и философское обозрение. Это как раз было местом сосредоточения всей передовой психологической мысли на тот момент. И, по сути, вот это философское обозрение, оно было настольной книгой для тех людей, которые хотели чего-то достичь в этой самой психологии. Поэтому я, конечно, не знаю, каким образом публикация Грота, на которую ссылается Юнг, и которая была известна Юнг, каким образом на нее вышел, но, в принципе, вполне возможно, что как раз через это самое философское обозрение, где давался краткий дайджест свежей литературы по психологическим проблемам, и там, в том числе, была небольшая аннотация, небольшой анонс статьи Грота, опубликованный, правда, в другом журнале, который назывался «Архив систематической философии», выходил в Германии. И вполне возможно, что Юнг таким образом узнал об этой замечательной статье, которая потом очень-очень пригодилась. Карл Агустов Юнг хорошо вам теперь уже известен по предыдущим моим выступлениям, совершенно незаурядная личность, совершенно нетривиальные разрабатывал концепты, и вполне почетным является то, что наша мысль философская, психологическая оказала, я считаю, что существенное влияние на развитие идей Юнга. И я считаю, что и наше научное сообщество, и не только научное сообщество, должны знать об этом факте. Так вот, что касается Юнга, то он никогда не скрывал обращение к идеям Грота, открыто цитировал и его самого, и ссылался на его труды. Минимум 6 раз он это делает в своей, я считаю, программной статье, одной из программных статей, которая называется «О психической энергии», где он уточняет, конкретизирует свои взгляды на либидо универсальную энергию, которая делает возможным, по сути, скажем так, деятельность человека и даже всего живого на этой земле, без которой невозможна ни реализация каких-то инстинктивных программ, ни деятельность более высокого уровня, такая как интеллектуальная или творческая деятельность. И в своей концепции либидо Гротт пытался уйти от узости определения, которое дает Фрейд, от, скажем так, пансексизма Фрейда, что либидо это исключительно сила полового инстинкта и что она определяет все в жизни человека так или иначе. Гротт говорит, что это не совсем так, что не все выкладывается в эту идею, что все гораздо разнообразнее в жизни человека и даже не только человека. И при этом у Юнга был эмпирический материал. То есть в процессе работы в клинике для людей с психическими нарушениями он копил-копил богатый багаж свидетельств о психической жизни человека. Ну, нездорового человека, но, тем не менее, это тоже очень важный и полезный материал. Но какой-то удобоваримой теории для того, чтобы обобщить этот материал у него не было. И каких-то особых дебютных идей на этот счет у него тоже не совсем было, потому что он учился немножко на другое. Он учился на практика психотерапевта, на, скажем так, специалиста, который занимается более узкими, я бы даже сказал, где-то медицинскими проблемами. И, естественно, что богатого философского какого-то багажа у него не было за исключением нескольких персоналей, куда входит Кант, куда входит Шопенгауэр, куда входит Эдуард фон Гартман, куда входит и Карл Густав Карус во многом, предстекивший идеи Юнга, и куда затесался как раз наш статистик Николай Яковлевич Грод. Хотя он его прямую не называет в числе вот этих шести или семи философов, которые оказали вот это самое существенное влияние воздействия на развитие идеи Юнга. Но, тем не менее, когда мы говорим о теории либидо, о концепции либидо универсальной энергии, то здесь Грод как нельзя кстати пригодился. Откуда же Юнг знал про Грод? Он знал из статьи, которая была опубликована в журнале под названием «Архив систематической философии» и его статья Грод вышла под заголовком «Ви бигрифе дар зеле ун дер психищен энергии и н дер психологии». Что в переводе означает «понятие души и психической энергии в психологии». Здесь видите первый страничок его статьи, которая вышла в четвертом доме архива «Систематической философии» за 1998 год. Что это было за издание такое? Издание очень интересное на самом деле, потому что, опять же, зная специфику этого издания, довольно странно, что Юнг обратил на него внимание. Поэтому я выдвигаю гипотезу, что все-таки Юнг сначала посмотрел заметку в журнале «Рибо», который был более узконаправлен и концентрировался на психологии. В этом журнале немецком публиковались неопендианцы и позитивисты, точнее позитивисты второй волны империокритики. И, соответственно, их с большей охотцей исследователи записывают в течение идеалистический, чем материалистический и строго научный, скажем так, что в большей степени поотвечало характеристике философского обозрения Теодюля Рибо. Но, тем не менее, Грот размещает свою статью именно здесь, в том числе и потому, что его научным руководителем, который помогал готовить докторскую диссертацию, был неопендианец Зигвард, который как раз развивал психологическое направление в неопендианстве, который как раз познакомил Гротта с философско-психологическим эстеблишментом Германии того времени. И у Гротта совершенно потрясающе остались впечатления о том периоде, когда он был в Тюбингу, когда он путешествовал по Европе, и он был совершенно в восторге от профессорской корпорации, от ее атмосферы, в которую попал, в которую был принят. И, конечно, наверняка это сильно контрастировало с тем, что он встречал у себя уже на родине. Что это была за статья такая? Эта статья была несколько исправленным переводом другой статьи Гротта, которая вышла годом ранее в журнале, который основал Николай Яковлевич в «Вопросах философии и психологии». Вышла в двух частях, основная часть в 37-м номере «Вопросов философии» и небольшое окончание через один номер, в 39-м номере. И статья точно так же и называлась «Понятие души и психической энергии в психологии». Как раз здесь он излагает основные мысли, основные свои взгляды на применимость энергетического подхода к решению проблем человеческой души. на принципиальном уровне, то есть не в практике психотерапии, а в ответе на фундаментальный вопрос о том, что суть психика, что суть наша душа, каким арсеналом она обладает, за счет чего она функционирует. психической энергии. И это довольно ясное произведение, довольно понятное. Я, кстати, отмечу, что мыслители начала века и конца 12-го века очень хорошо излагают свои идеи, свои учения. И во многом это вызвано академической традицией, образовательной традицией, когда очень большие требования предъявлялись к слову, к его красоте, простоте и ясности. Поэтому они умели о сложном говорить просто, о техническом говорить поэтически. И произведение Грота не является исключением из этого правила. Переходя более к сути этого труда Грота, скажу, что действительно это было манифестом, манифестом энергетического парадигма в психологии. Что такое энергетизм? Это учение, которое на самом деле уходит в такую глубокую древность, что тут даже и отследить это довольно сложно. По сути, вот это представление об энергии, которое потом переходит в физику, зародилось совершенно сначала в мистических представлениях, в ту самую эпоху, когда никакой науки в помине не существовало. Это понятие теряется в веках в первобытном анимизме, то есть представление, согласно которому все в природе одушевлено, обладает некой силой. Ну и сила эта, она магическая. И есть разные способы для обозначения этой самой магической силы. Мана, ки или ци у китайцев. Ну и какой-то эквивалент уже в греческом энергии. И, например, не только Юнг отмечает древность этого понятия, но также и другие первопроходцы психологии бессознательного, Юбер и Мосс, французские исследователи, которые тоже собирали и обобщали эмпирический материал в довольно больших количествах, собирая его в первую очередь от переработных племен. Грод тоже говорит, что идея не новая, но он, правда, ее возводит к Аристотелю и к его представлениям об антилехии, об энергии. И действительно это так. Так, в физике она появляется, энергия, понятие об энергии появляется из, можно так сказать, что из мистики, из мифического сознания. Так вот, родоначальником, правозвестником энергетизма, как некой универсальной теорией, которая могла бы описать процессы, в том числе жизненные процессы, процессы жизни, был выдающийся ученый Вильям Осванд. Кстати, тоже можно сказать, что наш Сатечкин, потому что он родился на территории Российской империи и учился. И более того, он был, если мне память не изменяет, даже лауреатом Нобелевской премии по химии. И Осванд в своих взглядах продолжал линию, которую начали пионеры термодинамики. Роберта Майера, который сказал, что, в принципе, энергия механическая и энергия тепловая, они взаимосвязаны друг с другом и могут трансформироваться друг в друга. Ну и сюда же стоит отнести и Джомля, и Гарно, которые, собственно, создавали вот эту новую физическую концепцию. И Осванд просто сделал некое обобщение этого принципа трансформируемости энергии и возможности введения понятия энергии в научный оборот на полностью законных основаниях. Так вот, в свою очередь Николай Яковлевич Грукт говорит, что понятие психической энергии столь же оправдано в науке, как и понятие физической энергии. И психической энергии также много количественных измерений различных форм, как и физической энергии. То есть он заявляет, что это действительно так, что на принципиальном уровне разницы нет. Из этого следует что? То, что методами науки мы можем посчитать эту самую психическую энергию. И методами науки мы можем определить не только количество этой энергии, но и некое качество этой энергии. Вопрос вообще определения количества психического – это краебольный камень научной психологии. Потому что научная психология появляется тогда, когда Густав Ходор Фехнер заявляет, что количественные методы применимы к изучению души. Однако те способы применения количественных методов к изучению души и психики, и движения психики не совсем устраивали уже современников Грута. И в том числе не устраивали Юнга. Почему? Потому что там была довольно большой доля субъективности оценок этих самых психических состояний. То есть, когда, допустим, испытуемому, интервьюируемому задают вопрос и просят оценить его, допустим, восприятием удовольствия или неудовольствия от чего-то. От некого воздействия или от некого другого восприятия. И по определенной шкале он это делает, оценивает, и это уже становится неким экспериментальным фактом. Но, опять же, здесь, как говорит Грот и как говорит Юнг, и Юнг это подчеркивает, такой метод, он имеет дело с качественной оценкой психических состояний. А качественная оценка, она не удовлетворяет требованиям объективности. А нам нужно каким-то образом выйти на представление о количественных параметрах психического. И как раз здесь дебютной идеей является представление о энергии как о чем-то, что уже физике давно известно. Что меряется в тех же самых, не знаю, джоблях или калориях. И, соответственно, отталкиваясь от этого, Грот, а за ним Юнг пытаются навести какие-то мосты к психологии, к психологии научной. Но сразу хочу сказать, что ни Грот, ни Юнг не были склонны к, во-первых, слишком наивной вере в энергетические представления и в применимость энергетизма в совершенно абсолютной психике. Но они также не верили в совершенство современной психологии, что многие вопросы открывало или позволяло решать их лишь на принципиальном уровне. То есть они говорят, принципиально это возможно, принципиально эта энергия в сути своей это такая же энергия, которая управляет процессами на Земле. Но вопрос о том, как количественно померить психическую энергию, количество психического, он остается несколько открытым. И Грот и Юнг, скажем так, Грот в большей степени испытывал некий оптимизм, что вот-вот и мы откроем этот градусник, который можно приложить в душе и посмотреть, замерить этот самый потенциал психической энергии. Юнг уже менее оптимистичен в этом отношении и он даже не совсем понимает, когда этот замечательный момент наступит. Но с другой стороны он говорит, что, скажем так, такую трехзначную шкалу мы можем применить. То есть мои переживания, они либо совершенно не имеют энергетического заряда и, например, относительно чего-то у меня вообще нет никакой эмоции, мне все равно безразлично. Либо же меня это очень сильно беспокоит, что я вижу какой-то раздражитель и выдаю какую-то неадекватную реакцию. Или же что-то посерединке здесь находится и мы понимаем, что уже какой-то средней заряженности нечто. Другое дело, говорит Юнг, что вот этот самый энергетически заряженный конгломерат содержания нашей души, он может не осознаваться и теряться где-то в глубинах нашего личного подсознания бессознательного, либо уже утапливаться на уровень коррективного бессознательного. И здесь на выручку приходит другая аналогия, которая берется из энергетической парадигмы. И, собственно, Брод это все формулирует. Поскольку понятие психической энергии законно, то, соответственно, мы понимаем, что психическая энергия это только одна из форм энергии, общей и единой энергии природы. И что она подчинена в своих обнаружениях и превращениях всеобщему закону сохранения энергии. Соответственно, если меня вдруг что-то сильно переволновало, а потом вдруг как будто бы и не волнует, то по закону сохранения мы прекрасно знаем, что ничего из ничего, во-первых, не бывает, а во-вторых, никуда не исчезает. Соответственно, мы где-то впоследствии можем обнаружить, ну, например, проявление травмы психической. Когда сознание отказывается смотреть в эту сторону, и вроде как у нас все хорошо, но потом происходят какие-то повторения условий, которые похожи на условия получения травмы, и происходит рецидив. И психика выдает неадекватную реакцию, очень сильно энергетически заряженную, иногда деструктивную и часто деструктивную. И поэтому здесь возникает необходимость определенной терапии и распознавания этих точек напряжения в нашей душе. И для Юнга это очень важно, и для концепции коллективного бессознательного это очень важно, поскольку, действительно, таким образом мы узаканиваем наличие содержания, которые не осознаются, но при этом могут взорваться, как тектоническая активность. То есть мы бы могли избежать землетрясений мощных, если бы знали, где собралось напряжение земной коры, и как-то в рассрочку это напряжение снимать с помощью направленного взрыва, например, и таким образом не получать катастрофических изменений. Но здесь, опять же, самый главный вопрос, знал бы где, соломинку бы подстерил. И как раз Юнга, он пытается выяснить, где в психике это может быть зашито, как определить вот этот энергетически заряженный конгломерат переживаний. Далее, что касается самого факта цитирования и восприятия идей Грота, то отмечу, что первый момент, который Юнг воспринимает и даже цитирует прямо целиком, это момент, который относится к тому, что понятие психической энергии законно, так же, как и понятие энергии физической. Далее, Юнг приводит аргументацию Грота, точнее, основные тезисы, которые сформулированы в его статье «Понятие души и психической энергии». Здесь я привожу эти основные тезисы в той форме, в которой они даны в оригинале на русском языке. Первый тезис – это то, что психические энергии суть такие же количества и величины, как физические. Второй тезис – они взаимопревратимы друг в друга как различные формы психической работы и психической потенциальности. Есть энергия потенциальная, есть энергия кинетическая. То же самое и с психическими энергиями. То есть есть у нас какие-то склонности, а есть какие-то актуальные формы психической энергии, как конкретные переживания. То есть, например, у меня есть склонность, к слову, быть трудолюбивым, усидчивость, такое вот качество психики души. Но то, как я реализую в конкретной какой-то работе, в научной, допустим, работе, это уже будет актуальное состояние энергии. Или кинетическое состояние психической энергии. В то время как некая характеристика, некое свойство моей души, оно как некая потенция, оно мне присутствует. Могу я и не распутывать эту энергию, то есть никак свою усидчивость не реализовывать в этом мире. И часто как раз так случается, что у нас есть какой-то талант, например, и мы его не реализуем. И наша потенциальная энергия так и остается всегда потенциальной. Третье. Точно так же они известны в пределах, превратимы в физические энергии и обратно. То есть, психическая энергия может переводиться в физическую и физическую в психическую. Это самый спорный момент, против которого Юнг выбьет в своих ранних работах. И почему, я сейчас постараюсь коротко изложить. Ну и последнее, то что приложимый закон о сохранении энергии в сфере душевной деятельности, а следует искать его оправдание путем проверки изобретения особых критериев и мер для масштабного измерения, количество психической энергии. То есть, закон сохранения приложим к психической энергии. В нашей душе ничто, ничего не возникает и никуда не исчезает. Более того, Юнг, он несколько абсолютизирует вот этот постулат и говорит, что душа человека может рассматриваться как относительно закрытая система. Это термодинамическое понятие, то есть, уже из области физики. Что такое относительно закрытая система? Это система как раз, где все рано или поздно превращается, стремится к энтропии, то есть, к выравниванию потенциалов, по сути, угасания, умирания. И надеяться на то, что будет какой-то вечный двигатель, который будет наполнять эту систему откуда-то извне, не приходится. В понимании Юнга Грод был гораздо более оптимистичен в этом плане. Он вообще говорил, что если существует возможность трансформации энергии психической и физической, то и трансформация между духом и материей, соответственно, Грод был очень идеалистически ориентированным человеком. То как раз закон термодинамики, согласно которому все стремится к энтропии, к выравниванию энтропитических потенциалов, к полному покою. Когда нет разницы потенциалов, ничто никуда не движется. Абсолютная смерть на самом деле. В физическом мире. Так вот Грод говорит, что если в физическом мире все угасает, то по закону сохранения, значит, где-то наоборот прирастает. И, соответственно, в мире духа, наоборот, все гораздо оптимистичнее. Материя разрушается, вселенная остывает, а вот это идеальное бытие, оно наоборот растет в своем потенциале. И разница потенциалов там растет, и движение там увеличивается, и нарастает. И это что-то такое вроде антиэнтропии. И в этом Грод выйдет очень много позитивного для себя, как для идеалиста, и для других идеалистов. Видите, можно нравиться вопросом? Там статья называлась «Определение души», да? «Определение понятия души». Понятие души? А есть ли у Грод, который бы компактное определение души? То есть, в этой статье он содержится, можно ли его поценивать? Потому что это интересно, как он душу определяет? Вы знаете, как такового компактного определения там действительно нету. То есть, Грод говорит о понятии души, да? Которое... Это так часто бывает, когда определение гораздо больше всегда, чем понятие о чем-то. И, соответственно, душа здесь, у Грода, предстает как некое деятельное единство духовного и материального. Здесь он возвращается и пытается что-то сделать с проблемой психо-физического параллелизма, о котором я, по-моему, говорил в прошлом раз. Не собираетесь, а вы еще собираетесь. Ну, да, это уже более в развернутом виде. То есть, концепция Грода называется монодуализм. Я об этом забыл пару слов сказать. Что это такое? Напомню, что русская философская мысль стремится к синтезу, к леденящему синтезу, в котором противостоит рефлексии и расширененности западного сознания. Так вот, к моменту, когда Грод творил, очень острым вопросом был вопрос определения того, что же все-таки первично. Но это уже на новом витке развития мысли, философской, психологической. Дух или материя, тело или психика. Что руководит нами? И рождается представление о психофизическом параллелизме, когда мы не можем выделить четкого руководителя. Потому что, если мы говорим, что руководит тело, материя, то это все виды материализма, редукционизма и эпифеноменализма. Я, извините, сегодня день довольно тяжелый, сложно выговариваю. Так вот, и эти позиции жестоко критикуются гротам и юнкам, когда мы пытаемся все свести к материи, к простому. Нет души, есть инстинкт. Нет духа, воли, есть влечение половое, которое характерно для амемы и для человека. Это редукционизм. Эпифеноменализм – это вообще замечательная концепция, прекрасная, которая в своей крайности имеет следующую формулировку, современную, сегодняшнюю, что мозг – это некий паразит на нашем теле. В процессе своей жизнедеятельности он вырабатывает некие продукты распада, как любой паразит, который что-то выделяет после себя. И как раз вот этот вот яд, эти продукты распада и есть наше сознание. То есть, по большому счету, наше сознание, наши мысли, наш дух – это что-то вроде экскрементов мозга. И против вот таких концепций, которые пытаются все свести, параллелизм вот этот психического и физического к материи, гротт и юнг критикуют. И здесь приводится в качестве яркого примера высказывание Карла Флокта. Гротт приводит его в следующей формулировке. Мысль выделяется из мозга, как желчь из печени. Это неправильно говорит гротт, и это неправильно говорит люнг. Люнг немножко меняет формулировку и пишет, что психическое выделяется мозгом так же, как желчь печени. И как в итоге судит об этом юнг по поводу всех этих эпифеноменализмов и редукционизмов? Что это некое мошенничество, это духовренение, с которым просто бесполезно спорить. Как был период увлечения идеализма, когда все в нем тонуло, и это был какой-то вид веры, уверенности или религии, с этим было бесполезно спорить. И то, что переживало научное сообщество во времена юнга, это обратный процесс, точно такой же веры, ничем не основанный, потому что фактически подтверждение того, что все сводится к телу, к физике, вся велика сводится к физике, нету. Равно как и незаконно утверждение об обратном. И юнг об этом говорит. Юнг вообще пишет, что я не берусь судить о том, каково все-таки реальное положение дел с этим самым психо-физическим параллелизмом. Фактов мало, знаний наших об этом мало. Конечно, там может и тело, и дух непротиворечиво сосуществовать в наших воззрениях, но сводить что-либо к телу неприемлемо, о чем я уже сказал, точно так же неприемлемо все это сводить к духу. Юнг говорит, параллелизм сохраняется. И действительно, он сохраняется даже на том уровне, что не только физическое, допустим, состояние влияет на моё психическое, съел что-то не то, и настроение как-то моё упало, потому что у меня организм болеет. Прямой факт влияния тела на физику. И наоборот, да, я как-то вот, скажем так, чем-то себя порадовал, добавил с какой-то пищей себе эндорфинов, гормонов счастья, мне хорошо, у меня хорошее настроение. Но ведь и обратное в какой-то мере справедливо. Даже если тело у меня болит, у меня у спортсмена, я себя настроил психикой своей так, что я не чувствую боль, что я заставил тело, допустим, вырабатывать нечто, что блокирует эту самую боль. Или же, что я могу себя настроить на то, чего моё тело вроде как, в принципе, сделать не может. Когда в ситуации стресса, там, мать, спасая своего ребёнка, переворачивает автомобиль упавшего. Ну, к слову говоря. Более того, говорит Юнг, есть утверждение того, что психическое влияет на физическое не только в рамках конкретного организма. То есть я либо от тела своего расстроился, либо сам себя настроил, свое больное тело, и там вышел на сцену как артист с переломными костями, с подакрой, радикулитом и с температурой под 40 градусов. Я себя настроил и вышел, и сыграл Ромео в свои 90. И это есть, но Юнг говорит, что есть и другое, когда психическое влияет на физическое, находящееся вообще вне рамок его организма. И здесь он рассматривает эксперименты, связанные с тем, что, условно говоря, называется парапсихологией. То есть всевозможные варианты телепатии, телекинезов, предсказаний. То есть для позднего Юнга связь психического и физического уже не является такой загадкой, как для раннего Юнга, к которому относится вот эта статья о психической энергии, где он кастерит Грота за возможность превращения физического в психическое и психического в физическое. Потом он уже по факту не так радикален, но про Грота уже не вспоминает. И таким образом у Юнга вместе с профессором, лауреатом Нобелевской премии и других престижных наград, одним из пионеров квантовой механики Вольгеном Паули, рождается концепция, которая получила название, согласно алхимическому термину, унус мундус, единый мир, в котором, по сути, нет разделения на психическое и физическое. Разделение на психическое и физическое – суть техническое разделения, то есть вызванное ограниченностью нашего восприятия. На самом деле все едино, и по большому счету вот те самые архетипы, которые есть в коллективном бессознательном, они же управляют с какой-то точки зрения и физическими процессами в мире. То есть физические законы – это тоже некие архетипы. Но об этом чуть позже. Возвращаясь к Гроту и его определение души. Монодуализм Грота говорит, что действительно разделенность души на две вот эти вот части параллельные тоже техническая. Это вопрос восприятия. Он говорит, что да, есть двойственность, дуализм. Но когда мы рассматриваем человека и душу человека как результат и процесс взаимодействия психического и физического, то возникает монизм, возникает единство. То есть душа – это как раз то, что задает единство миру как человека, так и в принципе. Потому что наша душа, как некое взаимодействие двух вот этих частей физического и психического, ну или так, скажем, материального и духовного, как процесс этого общения, как само это общение, она является единой и нечленимой на две эти самые части. Поэтому мы не можем отказать на существование ни духу, ни материи. Мы должны смотреть на это, как на взаимодействие, а не пытаться на, что назвал Юнг, с субстанциальным уровнем рассуждать о том, что же оно по своей природе. А по своей природе мы сами прекрасно понимаем, что без чего-то другого не существует чего-то. То есть если мы, например, представим себе такую модель Вселенную, в которой существует только один предмет, там, допустим, ртутная сфера в невесомости идеальная, то ее, по сути, не существует, потому что понять, что это сфера мы не можем, потому что не можем с чем-то сопоставить этот идеальный объект. Надо что-то другое, чтобы, скажем так, во взаимодействии, в сопоставлении родилось какое-то представление об этой картинке мира. Поэтому всегда что-то должно быть другое, всегда должно быть взаимодействие, всегда должно быть нечто, что может общаться друг с другом. И тогда мирники. А так, конечно, если лезть в эти дебри, что из чего состоит, там, на самом деле, в глубине слоей, то мы попадаем в мир окукленных идеальных объектов, в мир идеальных сфер вакуума. И таким образом, Глот говорит, что, как таково, проблемы парализма не существуют, если поменять точку зрения я. Точно так же и Юнг говорит, что, конечно, мы можем долго выяснять, что там первичное, дух или материя, или что является руководящим. Но на самом деле, в едином психическом процессе нам это не важно, потому что мы имеем дело не с душой отдельно от тела, потому что это дух бестелесный, не с телом отдельно от души, потому что это мертвое тело, оно уже не болеет психическими расстройствами, да? А мы имеем дело с взаимодействием вот этих двух частей. И мы должны, скажем так, понимать это взаимодействие из логики этого самого взаимодействия. И здесь, конечно, очень много перекличек с дротом, с его монодуализмом, попыткой через другую точку зрения. Юнг назвал ее финалистской точкой зрения. Это отдельная тема для разговора как раз про психофизический парализм. Это такой анонс небольшой, где вот эта двойственность, она снимается. Так, и говоря о критике молодого Юнга, сравнительно молодого Юнга, в сторону Грота, в сторону того самого тезиса, что энергии превратимы в физическое и психическое, страшная на самом деле идея с другой стороны. Это что-то похожее на фильм «Матрицы». Когда, если вдруг энергии трансформируются психически и физически, то человека можно использовать как батарейку, чтобы двигать, не знаю, чтобы освещать комнату. То есть психику человека можно просто подключить к розетке, и она будет запитывать объекты искусственно созданного мира. И это очень страшно, это ведет к, по большому счету, фашизму. То есть мы начинаем думать, что, в принципе, есть люди, те, которые должны тратить свою физическую энергию на дух, а есть те, кто высот духа не добьется, и он должен быть использован как нефть, как солнечная энергия, как энергоресурс, просто-напросто. И где-то в нашем обществе это происходит в рамках не всегда справедливых трудовых отношений. Ну, не знаю, задумывался ли об этом Юнг тогда. Может задумывался, может не задумывался. Но факт остается фактом, что третий тезис он не принимает. И я хочу подчеркнуть, что, по большому счету, нельзя сказать, что Грод очень сильно наставил на том, чтобы вдруг взять и психическую энергию преобразовать в физическую. И наоборот. То есть, допустим, не сочиняется музыкальное произведение мне. Вот как ни хожу, ни выражу, не сочиняется. Запитался от розетки и физическую энергию, трансформировал в психическую и родился в шедевр. Грод говорит, что тема эта еще сырая, ее еще нужно прорабатывать. И он пишет, что не выработаны и не изобретены еще точные меры для измерения психических энергий при их превращении в физические или из физических энергий при превращении в психическую. В том же самом труде понятие души и психической энергии, психология. Но при этом он говорит, что нет никаких нелогических, нефактических оснований для отрицания приложимости общего природного или мирового закона сохранения энергии к душевным процессам. Для чего он вводит этот тезис про превратимость психической энергии в физическую и наоборот? Только для того, чтобы еще раз настоять и обосновать приложение закона сохранения энергии. И Юнг, когда цитирует немецкое издание Грота, он в своей цитате опускает эту часть. Третий тезис у него остается обрезанным как раз ровно на то, что Грот полагал превратить физическую и психическую энергию в возможную. И здесь он обрубает. Хотя закон сохранения сам разделяет и ругает очень сильно Грота вот за эту часть. Но еще раз повторю, для Грота эта часть не суть важна сама по себе. Хотя он хочет, чтобы это было там. Но закон сохранения должен действовать, функционировать. Тогда есть надежда на то, что что-то можно сосчитать. Импульс начальный, да, можно как-то найти, куда он там попал. В конечном итоге. Подводя итог к сегодняшнему выступлению, скажу, что Николай Икаревский, Грот на самом деле оставил после себя очень много важного, ценного и полезного. И хочу привести в заключение цитату из сборника трудов, очерков, воспоминаний, друзей, учеников Грота, соратников, в которых они рассказывали, что это был за человек и какого характера были его идеи. Так вот, один из близких знатоков, друзей, заголов, пишет, что как бы мы ни относились к философским гипотезам Грота, мы не можем отказать им в одном выдающемся качестве. Они были остроумны и оригинальны. Каких бы вопросов он не касался в своих работах, он почти всюду умел сказать новое слово или бросить плодотворную мысль. И я как раз ратую за то, чтобы и наши ученые, которые оказали влияние на мировую мысль, философскую, психологическую, любую физическую, на мировое искусство, они возвращались из небытия, и мы потихонечку уходили от доброй, в кавычках, традиции, по которой нет пророков в своем отечестве. Очень многое, что мы воспринимаем на ура, должно сначала от нас перейти куда-то, на запад, например, а потом вернуться в новом каком-то продукте, и тогда мы уже рукоплещем этому. Как, например, концепция либидо Юнга, которая уже на новой волне вошла в интеллектуальную сферу российских мыслителей, но при этом про Грота так никто и не вспомнил. А он там был, и вклад его в этом довольно существенный. Спасибо за внимание. У меня вот такой вопрос. Ведь современные психологии, в том числе и книжки довольно популярных, иногда даже бригадных, понятия психической энергии, энергетики, вот часто слово энергетика так по-всякому поводу бросается, между прочим, используется. Но совершенно очевидно, что вот эти все представления были заимствованы из популярной 19-го века и зародившейся тогда же термодинамики. Конечно, конечно. Но в термодинамики есть еще одно важное понятие – энтропия. И вообще, если говорить о царице мира и ее тени, то скорее царице мира и колесо-тропии – энергия – это тень. То есть энтропия распоряжается тем, сможет ли энергия работать, превращаться или нет. И, видимо, психологи вот до этого состояния, когда они понимали далеко, как работает энтропия человеческая душа, и, кажется, они не дошли. Потому что я не в ней не сущего понятия, в чистом виде. За исключением понятия, это было с ней. Но это приятно. Вот, поэтому я вам очень настоятельно рекомендую прочитать статью Грутова о психической энергии, потому что он проводит все вот эти параллели и рассматривает душу как относительно закрытую систему. И на каком примере он вообще демонстрирует? Есть конякция энтропии. Да! В каком контексте? Энтропия. Я сейчас скажу, в каком контексте. Он говорит, что в жизни человека, там вот начало, ближе к концу, энтропия возрастает. Как в относительно или в условно закрытой системе. Как это выглядит? Он говорит, мы даже на бытовом уровне склонны разделять такие вещи, как бури и метение юности и умиротворение и спокойствие старости. Что какие-то острые переживания, которые мы пережили в молодости, они впоследствии как-то нас волнуют, происходит некий, скажем так, откат противоположности, потом опять, 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 и потихонечку вот этот потенциал изначального напряженного момента выравнивается. И уже, там, если в юности человек был коммунистом, да, социалистом, радикалом, то к старости он зачастую становится консерватором уже. И как раз вот на таких примерах, или, допустим, любовь. Там, первая любовь, счастливая или несчастная, откладывает значительный отпечаток на нашей душе. Но потом как-то выравнивается, 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 и уже человек к зрелости, к взрослым отношениям уже более размеренно и спокойно к этому подходит. То есть, в итоге, любое сильное содержание нашего сознания, которое может вытесниться в бессознательной области, оно потихонечку свой потенциал теряет в, например, противодействии к сознательным тем же самым структурам. И выкристаллизовывается какая-то устойчивая структура. Ну, это как, я не знаю, когда кислота с щелочью смешивается, выпадает соль, которая уже инертная, которая не вступает в реакцию, но при этом при столкновении выделяется там энергия, газ, я не знаю, вода, там еще что-то, еще что-то. И действительно, в терминах энтропии относительно закрытой системы, Юнг это все расписывает. А я вот, я тоже здесь спорю с Юнгом. То есть, я не говорю, что Юнг здесь прав, и это действительно так. Еще с развитием цивилизации открытость на простая термограмма. Ну, вот и каналы образуются, которым общество и социум воздействует на душу. Вот тут, да, тут действительно вопрос такой дискутируемый, и насколько не решается, по крайней мере, так как пытается решить его Юнг. Но, еще раз говорю, он практик, он фиксирует некий факт и пытается его объяснить, исходя из термодинамики, да, в термодинамических понятиях. Насколько у него хорошо это получается? Ну, для сейчас на каких-то моментах где-то получается. Действительно, мы же знаем, что острота переживаний имеет смонность угасать со временем. Почему это происходит? Вопрос. У него интерес к стимулам, и так бы вам психолог сказал. У Юго есть такая фраза. Огонь в глазах жунаша должен перейти в свет в глазах старика. То есть, имеется в виду такое явное смещение более высокочастотной области. То есть, это против, так сказать... И здесь мы как раз обратимся к термодинамике, естественно. И здесь мы скорее обратимся к гроту. В связи с этим, потому что он говорит, что энергии, они эволюционируют. Он даже, кстати, градацию выводит энергии от низших к высшим, от низших физических к высшим психическим. И как раз в энтропии физической он видит эволюцию энергии психической. То есть, если, то что я говорил, если Вселенная материально остывает, то мир горний, он не то, что нагревается, но потенциалы там растут. И заряженность там растет. То есть, в математике-то в теории сложных систем есть такое положение о том, что система определенной сложности уже не подчиняется законной энтропии. Дальше она будет как-то усложняться. То есть, вот с какого-то этапа. А что касается опасений, что если система охлаждается, то где-то эта энергия. Но это дисципативные потери, которые невозможно использовать для создания какого-то там пучка энергии. И это в области не так? Мы просто знаем еще закон с актропии энтропии. То есть, сейчас существует точка зрения, что биологические процессы – это ответ на всеобщую… Энтропию. …диссипацию энергии, нарастание энтропии во Вселенной, как неживой, да? То есть, биологический ответ на угасание Вселенной, на умирание Вселенной. Но это спорный процесс. Скорее всего, мы наблюдаем, скажем, в отдельно взятой точке на нашу жизнь. Некий антиэнтропийный процесс. Как долго он будет развиваться, никто не знает. Да, и он называется «жизнь», потому что, действительно, вы совершенно верно подметили к вопросу немножко другому о фундаментальном статусе жизни и принципах, на которых она зиждется. Ведь, действительно, если мы берем неживую природу, там все работает по жестким механическим законам. Гора однажды возникнула, она постепенно будет разрушаться, истлевать, выветриваться. А жизнь, она на определенном даже этапе, чем старше, тем большим потенциалом обладает. И вот эта сама идея развития, эволюции, она антимеханистична в корне. Потому что, если мы живой организм оставляем, то он, в отличие от горы, родившись, допустим, уже взрослым человеком, не будет разрушаться. Он сначала будет расти из маленькой крохи в какую-то сложную, крупную систему. И, конечно, потом начнутся процессы вот эти вот энтропийные, разрушения, как у горы. Но человек всю жизнь этим процессам противостоит. И, несмотря на состояние, опять же, вот этого физического, психическое, его оно держит. И это нечто другое. И то же самое даже касается простых организмов. Ну, то есть биологическая жизнь в принципе в духовном обращается. И духовность есть ответная энтропия. И все, что создаёт противовесь росу, то есть душа. Или духовность. Можно и так сказать в этом контексте? Потому что, вот действительно, для меня, например, непонятно. Там инстинкты. Берд-инстинкт – это чисто природная какая-то механическая программа. Да? Природная механическая программа – это разрушение, которое мы наблюдаем с неживой материи, с неживыми предметами. А инстинкт – это то, что регламентирует то, чего ещё нет. То есть он смотрит всегда вперёд в развитие. Питание. Для чего? Для того, чтобы разрушиться. Да? Это не какой-то откатный обратный процесс. Это для того, чтобы продлить себя в будущем. То есть продлить своё существование, продлить жизнь. Получается, что инстинкт является духовностью? Наоборот. Это не может быть. Не может быть? Нет. Они зиждятся на вот этом принципиально ином основании. Инстинкты, они зиждятся на духовном. Как-то вот так. Но, опять же, вопрос спорный, тема непроработанная. И, в принципе, Юнг, он тоже по поводу инстинктов говорит, что я вам просто не отвечу на этот вопрос. У него есть статья, по-моему, называется «Понятие инстинкта и бессознательное как-то так». И он говорит, что вот этого классического понимания его не существует, оно не работает. Потому что инстинкт – это не материя, это не механическая. Информация. И то же самое, кстати, да, мы наблюдаем в программировании. То есть судакный инстинкт – это программа. Даже если мы простую программу возьмем, машинную программу, она может быть нам дана в каких-то механических объектах. У кого-то нельзя, у кого-то коррекция поддается. Мы же можем… Ну, по крайней мере, это, может быть, не будет закреплено в веках. Но человек в состоянии преодолеть инстинкты. В состоянии пожертвовать своей жизнью. Даже ради глупости. Даже не ради продолжения рода или еще что-то. Даже ради глупости. Например, селфи-мания, которая сейчас есть. Человек чертит свою жизнь, да, пытаясь заснять себя, как потом выясняется, в последний момент своей жизни. «Если это не ради глупости, наверное, ради того, чтобы остаться в сети, которая проектируется, опять же, как личная душа, которая не сверху, как личная душа». И в сети там столько информации, что там, в итоге, все это вытирается и ценности никакой не имеет. Что-то не вытирается. Ну, что-то не вытирается, да. Самые одезные моменты, я думаю, они будут… Возможно, условно, раз в Великой Денье отличаются те, кто светятся в сети, те, кто ко мне. Берите свою фамилию с инициалами, запустите интернет. Там наверняка светится. Ваши статьи, еще что-то. Может быть, и селфи, какие-то там вещи у вас уже, я не знаю, но вы светитесь. Берите свою фамилию, она не светится. Получается так, что есть люди приобщенные, вот эти новые неровные души. А есть те, которые не приобщены? Ну, наверное, и так, но я полагаю, что это все очень серьезная иллюзия. Что, на самом деле, вот эти остатки в сети, они и недолговечны, и никому не нужны, по большому счету. Некоторые философы считают, что энергии души это вообще нереально и заблуждение. Человек, признающийся от надеждения, мертв. Потому что заблуждение это некий потенциал, некая разница потенциала между истиной и неистиной. Которое движет, да. Хотя, мне кажется, покоение в заблуждениях хуже кто-то пытается найти, но это... Вот еще интересный момент, который здесь принял. Я могу себе позволить еще? Вот там, когда вы говорили про июнные игрушки, там противополная такая мысль, что психическую энергию нужно мерить в системе стимулной реакции по силе ответа. То есть по силе на самом деле. Это система, которую предложил фехмер. Когда он дает ее шкалу и респондент, испытуемый, он называет, он пытается оценить свое психическое состояние. По этой самой шкале, там, пятибалльной, я уже не помню. У него целые алгоритмы с сложными какими-то обчислениями и так далее. И да, вот это дало толчок для научной психологии в свое время. Ну так, здесь, очевидно, устройство полиграфа, оно как-то сочетается вот здесь. Представление, которое... Но там же, вот с точки зрения философии все-таки, энергия или там в чистом виде все-таки вот этой духовной и психической бедности, или все-таки дифференциация стимул. Знаете, если у человека нет реакции на стимул, то он эту энергию просто не выделит. Вот здесь, опять же, вмешивается понятие энергии. А оно здесь запоминально, вот как бы у Юнга так и вон. Они просто не владели этим понятием, они его недопонимали. И вообще термодинамику восприняли как бы старое. Ну, вы знаете, здесь сложно судить, потому что, ну, например, Юнг, он апеллирует к таким методам исследования физиологического состояния, как те, на которых основывается принцип полиграфа. То есть это кривая пульса, кривая дыхания и психогальванический эффект. Но он говорит, что этими замечательными методами мы меряем физическое, которое, опять же, не всегда адекватно психическому. Что это не тот инструмент, к которому мы в душу зашли. И именно, кстати, отсюда имеет происхождение то, что полиграф, насколько мне известно, во-первых, не может являться каким-то обязательным элементом расследования или там следствия или суда. А во-вторых, что данные полиграфа не могут восприниматься как стопроцентно достоверные. Опять же, потому что, действительно, меряем мы тело, а не психику. И Юнг, он критикует вот эти самые методы. То есть это не способ психической энергии измерения. Физической – да. Ну, действительно, наш организм, он возладает вот этой самой физической энергией. Иначе как у нас всё это движется? Мы тепло излучаем. Соответственно, есть что-то у нас, что у нас нагревает, происходит процесс химических расщеплений белков, жиров, блюда. То есть, получается такая вещь, что и гипотеза психической энергии длина, а способов экспериментального обнаружения психической энергии не осуществили? Кроме одного. Кроме какого? Кроме того, что я уже говорил по поводу Юнга, что какие-то психические содержания, они могут нами переживаться очень сильно, никак, и где-то посерединке. Это проиграть, конечно. Реакция на стиль. Тут не всё так просто, потому что когда мы углубляемся в сферу бессознательного, вот этих содержаний, которые вытеснены, то реакция может идти, которая не относится к тому, что фактически проговаривается. Говоря про собаку, организм может выдавать реакцию страха, там, я не знаю, на отца, от отца или там ещё что-то. И поэтому здесь включаются другие методы, которые позволяют вот эти, то, что Юнг назвал психическими комплексами, отслеживать. Как раз по отклонениям, суждениям в замечательном методе свободных ассоциаций. То есть по скорости задержки реакции на, скажем так, как некие слова и по характеру ассоциаций, которые у пациентов всплывают, как раз мы начинаем распутывать этот сложный сложный клубок. Что фактически часто симптомы один под другой маскируются. И это такая игра в охоту за комплексом. Так что ли. Поэтому тут как раз в этой сложности заключается, что действительно методы современной науки, несовременный Гроту, несовременный Юнгу, они полностью ответов на эти вопросы не дают. Но вопросы они ставили, вопросы ставить можно было. И более того, Юнг даже как-то работал с тем, что он предположил в качестве гипотез или даже теории, которые стали обобщением эмпирического материала посредством, в том числе, на Яконче Гроту. Как-то так. Я надеюсь, что я как-то ответил на ваш вопрос. Спасибо. Если есть еще вопросы, вы можете сказать. Можно еще. А вы можете просто для себя. Скажите, а вот мы рассматриваем взгляды философов по летним, 150-летней давности, а концепции современной в 21-м веке? Ну смотрите, Юнг, он по сути… 151. Ну как, Юнг – это все-таки 20-й век. И его, скажем так, творчество, оно является последним середины 20-го века. Я имею в виду, что Грот 150, а здесь поменьше, где 10. Грот, да, Грот. В 70-е уже появились. Есть мыслители… Ну а сувенин, в 21-м веке, уже 15 лет прошло этого века. Кто, какие у них взгляды, какая концепция этих философов на данный момент? А вы знаете, он довольно актуальный, потому что это еще не переварено во многом ни современной философии, ни психологии. А что касается современного состояния, философии той же самой, то сейчас мы находимся в таком интересном периоде, который называется постмодерн. когда идет нарезка и каша из всего, что когда-то было создано по состоянию на начало 20-го века и первую половину 20-го века. То есть, это такая эклектика, в которой сильно много нового и гениального, на мой взгляд, не произошло, не появилось. Хотя, к философам 21-го века относится как раз та самая концепция, согласно которой мозг – это паразит, который паразитирован в нашем теле и который нас обманывает тем, что, скажем так, подсовывает некий продукт своей жизнедеятельности. И мы это воспринимаем как свое сознание, как свою душу. А на самом деле… Вот. Сейчас много. Ну, хочешь что-нибудь, а то все живем. Хорошо, заказ я, может, понял. Да. Вот. Хорошо. Расскажу. Ну, тогда… Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Хорошо. Спасибо, имя.